О поддержке своих отечественных производителей говорят сегодня в разных регионах России. Обсуждают это и наши зарубежные соседи. Сегодня в «Середине Земли» мы покажем монгольский подход к этой теме. На АЭСе время международной программы «Середина Земли». Новости Бурятии, Забайкалье, Монголии и Китая расскажем прямо сейчас. Всем здравствуйте в студии Аналесик. И вот главные темы этого понедельника. Школьный набор 2017. В Чите стартовал прием детей в первые классы. С сегодняшнего дня у нас начинается набор. 27 января набор в первый класс. Получить награду у чемпионов в Забайкалье прошло соревнование по плаванию на призы шестикратного чемпиона мира Юрия Прилукова. В прошлый раз я была третья, а в прошлый раз еще первая. Санаторий бесплатно? Или почему в Бурятии практически никто не лечится по полюсу общего медицинского страхования на курортах? К эфиру «Середина земли» присоединяется Забайкальский край. Мы приветствуем Читу. Что такое мультриализм своими глазами могут увидеть читинцы на первой выставке байкальского художника Николая Маковеева. Яна, когда откроется эта экспозиция и насколько она будет масштабна? Здравствуйте, Анна! Выставка откроется 10 февраля в Читинском музейно-выставочном центре. В экспозиции будет представлено около 40 работ, написанных за последние три года. Это первый персональный показ картин художника. И к другим новостям. С 27 января в школах нашего города можно подать заявление на прием детей в первые классы. До 15 января, согласно приказу Комитета образования, в общеобразовательных учреждениях на информационных стендах появились списки необходимых документов. Наша съемочная группа побывала сегодня в школе номер 40 и выяснила, как записать ребенка в первый класс. Школы нашего города принимают заявление о приеме в первый класс тех детей, которые живут в непосредственной близости от данного образовательного учреждения. Право набора детей независимо от места проживания предоставлено только 4 и 12 гимназиям, школам номер 38 и 49, начальной общеобразовательной школе-интернату номер 4, открытой и сменной общеобразовательной школе номер 8. Если родители решили, что ребенок будет посещать школу по месту жительства, то нужно просто собрать необходимые документы и прийти с заявлением в часы, которые указаны на сайтах образовательных учреждений. С сегодняшнего дня у нас начинается набор, с 27 января набор в первый класс. В данном случае у нас все подготовлено для того, чтобы родители могли получить информацию как на сайте школы, так и вот стенд, который мы представили. Необходимо в обязательном порядке свидетельство о рождении ребенка, нужна прописка, то есть должны родители принести либо договор найма жилья, либо прописку. В школах города уже составлены списки тех домов, маленькие жители которых придут учиться в первые классы, поэтому родители с заявлениями уже ждут. Записать ребенка в первый класс можно и через портал государственных услуг, а затем донести в школу необходимые документы. Стать победителем под руководством чемпиона. Об инициативе взять шефство над школой плавания бассейна «Нептун» заявил шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, будучи в Чите. В Забайкальской столице прошли соревнования на призы именитого спортсмена, в которых свои навыки мастерства показали 150 участников, в том числе дети от 10 до 12 лет. Как прошел турнир и как сам Юрий Прилуков оценил подготовку спортсменов, расскажем далее. Более 140 юных пловцов со всего нашего края проходят по бортику бассейна «Нептун», который сегодня принимает соревнования на призы шестикратного чемпиона мира Юрия Прилукова. Каждому из них сегодня предстояло как минимум 4 раза преодолеть водную гладь. Проплыть может быть судьбоносную свою 100-метровку. Пока что на это участников соревнований уходит более полутора минут. Сегодня у нас в программе одна дистанция, 100 метров комплексного плавания, это 4 вида способа. Дельфин, спина, брас и кроль продемонстрируют они, что мальчики, что девочки. Мальчиков, как всегда, у нас больше, получается 24 заплыва мальчиков и 11 заплывов девочек. Несмотря на это, именно девочки начали этот соревновательный день. Пока для юных спортсменов не играет большой роли, по какой воде выходить на старт. Тактика, техника – это все придет с годами. Сейчас главный упор на уверенность в собственных силах. В прошлый раз я была третья, а в этот раз уже первая. Я умела плавать, но я хотела еще. Сейчас уже второй год служить. Я хочу еще больше ходить. Видно, что уровень мастерства растет. Технических ошибок гораздо меньше, считает Юрий Прилуков. Сам он уже бывал в нашем крае три года назад и видит, как за это время подросли забайкальские спортсмены. Соревнования – это часть тренировочного процесса. Соревнования – это смысл того, чем мы занимаемся. Поэтому они не то чтобы важны или нужны, это даже не обсуждается. Они необходимы. Обладатели призовых мест в трех возрастных группах сегодня были удостоены именных подарков и грамот. А показанные ими результаты – это, возможно, путевка на более крупные старты, которые ежегодно проходят в Екатеринбурге, Волгограде и других крупных российских городах. На этом блок новостей из Абайкальского края завершен. На связь с нами выходят коллеги из Улан-Удэ. Юлия, здравствуйте. Единый родительский урок проведут во всех школах Бурятии 1 февраля. Расскажите, о чем узнают родители на уроке и в каких школах он пройдет. Приветствую вас, Яна, и зрителей при Ангаре. Проведение единого родительского урока по определенной методике с использованием наглядных материалов запланировано во всех школах Бурятии 1 февраля. В этот день родителям расскажут о психологических особенностях детей, об информационной безопасности и признаках принадлежности к опасным интернет-сообществам. И к другим новостям. Подлечиться не в поликлинике, а в санатории, да еще и за счет средств ОМС, то есть для пациента, бесплатно. Кажется, фантастика. Оказывается, у жителей Бурятии такая возможность есть и уже не первый год. Как попасть на курорты Аршана и Горячинска по обычному полюсу? И почему такой возможностью практически никто не пользуется, узнавала Алифтина Дармаева. Минеральные источники Аршана и Горячинска. Природное богатство Бурятии известны своими лечебными свойствами. С конца 18 века ежегодно курорты готовы принимать до 30 тысяч человек. Но лечить в огромных санаториях просто некого. Байкал-курорт, хоть и не коммерческая организация, находится на полном самообеспечении. Помочь выжить лечебницам должен был указ Минздрава Бурятии 2014 года. По нему проходить реабилитацию после операции пациенты могли не только в медучреждениях, но в Аршане и Тунке. Но за два года бесплатно поправить здоровье в санаториях смогли всего 20 жителей Бурятии. Тем временем из других регионов по той же программе ОМС только в 2015 году попали на безвозмездное лечение более 1200 человек. Из благих побуждений мы хотели их поддержать и вопреки, скажем так, лицензии дали им вот эти 20 случаев, чтобы они как-то, может быть, развились, ну, поддержать хотели. Естественно, это было принято неправильное решение нами, поэтому нам пришлось в 2016 году отменить это решение и привести в соответствие тем порядкам, которые утверждены на уровне Минздрава России. Взамен Байкал-курорту дали право на завершающий этап реабилитации. Это те же услуги, что предлагают, например, в физиокабинетах поликлиник. Правда, за полгода пациентов в санаториях Горячинской Аршана больше не стало. По ОМС туда попали всего два человека. В Минздраве и на это есть объяснение. Говорят, третий этап подразумевает только бесплатное лечение, питание, проживание, проезд за свой счет. Логично, только в Байкал-курорте видят совсем иные причины. Мы уже столкнулись с такой проблемой, что деньги, когда человек пролечится вот таким образом, получит амбулаторную медицинскую реабилитацию у нас на курорте, деньги будут сниматься с медицинской организации фонда держателя. Это поликлиника с прикрепленным населением. Соответственно, поликлиники хотят держать свои деньги при себе. И мы уже с этим столкнулись и получаем определенные противодействия. Стоит добавить, что попасть по ОМС санатории Горячинской и Аршана можно только по двум видам заболеваний. Это реабилитация после операции на желудочно-кишечном тракте и опорно-двигательном аппарате. Причем давность этих вмешательств не имеет значения. Для получения направления нужно всего лишь обратиться к районному терапевту, получить справку по форме 057 и сдать несколько анализов. Тем временем за подведомственное учреждение вступились в организации профсоюзов Бурятии. Информацию о несправедливом, по их мнению, распределении передали главе республики. Тот, в свою очередь, обещал разобраться с вопросом и провести совещание с участием министра здравоохранения и представителей Байкал-курорта. На этом у нас все. Мы передаем слово приангарию Анна. Коллегам из Забайкалия и Бурятии спасибо. Мы увидимся в следующих выпусках. А теперь коротко о главных новостях Монголии и Китая. И вот что вы увидите прямо сейчас. Программа поддержки отечественных производителей по-монгольски. Концепция утверждена на ближайшие три года. В Улан-Баторе начался первый отборочный тур международного конкурса вокалистов. В этом году конкурсу исполняется 10 лет, поэтому организаторы подготовили для участников много сюрпризов. Гала-концерт по случаю праздника весны. Знакомит мир с китайскими традициями. Расскажем об этом уже совсем скоро. К эфиру «Середины земли» присоединяется Монголия. Коллеги, чем в эти минуты готовы поделиться вы? Мы слушаем вас. Продолжайте выпуск. Здравствуйте, Анна. Мы подготовили для вас все самое интересное и уже готовы об этом рассказать зрителям при Ангаре. Поддержим отечественных производителей. В Монголии планируется реализовать программу по созданию новых рабочих мест для местных скотоводов и фермеров при поддержке Европейского Союза. На реализацию данного проекта уже выделено 900 тысяч евро. Тема продолжит Саранцицек. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности организует закупку скота у скотоводов из 127 самонов, 17 аймаков для заготовки до 30 тысяч тонн мяса с целью обеспечения потребностей жителей городов и населенных пунктов. Также планируют создать в этом году в масштабе страны более 60 предприятий по переработке молока. При этом в рамках программы поддержки отечественных производителей на рынке труда создадут 3000 рабочих мест. В прошлом году нами была разработана программа по обеспечению населения рабочими местами. С этого года наш проект активно начал развиваться. В дальнейшем мы планируем реализовать его и в аймаках страны. По статистическим данным, в западных аймаках безработица дошла до 20%. Сейчас мы ищем возможности, чтобы исправить эту ситуацию. Подготовка животных и поставка мяса происходит в основном в ноябре или декабре. Это сезонная работа. Несмотря на это, мы стараемся предоставлять нашим потребителям хорошую сертифицированную продукцию. Сельскохозяйственная отрасль является важным звеном в развитии монгольской экономики. На сегодняшний день фермерской деятельностью в стране занимается 70% населения. Прибыль от их продукции доходит до 10%. Поэтому правительство Монголии приняло решение развивать эту отрасль, создавать рабочие ресурсы и привести этот значимый сектор экономики к высоким показателям уже к 2020 году. Саран Цицек, Батболт, Середина Земли, Монголия. Поем вместе на протяжении 10 лет. В Улан-Батри начался первый отборочный тур известного как в Монголии, так и за ее пределами международного конкурса вокалистов Universe Best Songs 2017. Подробнее о том, чем будет отличаться фестиваль этого года, от предыдущих узнаете из нашего сюжета. Впервые проект стартовал в 2009 году в Монголии и сразу получил огромную популярность. Свидетельством самого успешного за всю историю шоу-бизнеса проекта Монголии являются высокие рейтинги ежедневных просмотров данного шоу. Практически каждый житель Монголии мечтает стать участником музыкального проекта. В этом году конкурс проходит под новым девизом «Мы одно целое» и с новыми декорациями и, конечно же, обновленным составом жюри. В этом году конкурсу исполняется 10 лет, поэтому организаторы подготовили для участников много сюрпризов. Для участия в первом туре необходимо получить мандат. Он будет выдаваться сразу в тот же день, когда участники будут проходить первый тур. Если посмотреть на участников прошлых лет, то видно, что все они большое внимание уделяли только вокалу, стоя спели песню и ушли. В этом году все будет по-другому. Мы будем вместе с участниками прорабатывать как технику вокала, так и хореографию. За счет этого проект станет еще интересней. В конкурсе «Universe Best Songs 2017» могут принять участие все желающие. Главные условия первого отборочного тура остались прежними. Участники, как и в прошлом году, должны исполнить свою авторскую композицию или любого другого иностранного исполнителя без музыкального сопровождения. Дулам Энгжин, Середина Земли, Монголия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина Земли» присоединяются наши коллеги из Китая Дадзья Хао. О каких событиях вы расскажете? Дадзья Хао, здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в Суи Сянчжунань. Благодаря галоконцерту по случаю праздника весны весь мир может лучше узнать китайские традиции. Организаторы их шоу хотят напомнить своим соотечественникам о богатом культурном прошлом. Однако именно такие номера самые сложные, потому что удивить жителей Китая той же пекинской оперой практически невозможно. О том, как древнее искусство стало современным и модным, расскажут наши корреспонденты. Популярного китайского певца Ли Юйгана пригласили для участия в галоконцерте Чуньвань за полгода до праздника весны. И поэтому ему пришлось временно переехать в столицу из родного города. В Пекине у него появилась отдельная просторная студия. Здесь он начал готовить знаменитую на весь Китай программу. Наверное, когда ты оказываешься на сцене Чуньвань, это признание всего народа. Признание не какой-то малочисленной группы людей, а всего народа. Поэтому для меня это очень высокая ступень. До Китайского Нового Года оставался один месяц. Но в провинции Цзелинь уже чувствовалось приближение праздника. Жители власти Чао-Янпо, закончив свою работу, выражали свою радость и восторг песнями и танцами, как это было принято здесь сотни лет назад. Каждый год на праздник весны Ли Юган возвращается в родную деревню. Но в тот год он участвовал в галоконцерте, который всегда идет в прямом эфире. Поэтому певец приехал домой на месяц раньше, чтобы заранее встретить Новый год с родственниками. В 2006 году Ли Юган поднялся на сцену «Звездной аллеи» Центрального телевидения Китая, где получил третье место. При этом его рейтинг в интернете составил 93%, что позволило ему по праву считаться народным кумиром. Через несколько лет после этого Ли Юган уже выступал на сценах Сиднейской оперы, Золотого зала Венской филармонии и Большого театра Китая. Каждый из этих прославленных театров был свидетелем его творческого успеха. Мало кто знает, что Ли Юган, который родился в отдаленной деревушке, больше десяти лет терпел сплошные неудачи. Не опустить руки артисту помогло одно яркое воспоминание из детства. «Тогда у тети был телевизор, черно-белый телевизор, и все жители деревни приходили к ним домой смотреть чунгань. Все брали с собой стулья и садились рядом друг с другом. Всем хотелось хотя бы одним глазком увидеть чунгань. Наверное, для меня это сыграло огромную роль. Сначала я смотрел чунгань у тети, а потом, когда мы купили свой телевизор, смотрел дома на Кане. Это было ярчайшим воспоминанием детства. Можно сказать, что чунгань помог мне создать творческую мечту. Детская мечта помогла Льюйгану выстоять и стать настоящей звездой. Его знают теперь во всем Китае. Накануне праздника весны Льюйган не может скрыть своего волнения. Он по нескольку раз проверяет приготовленные заранее костюмы, аксессуары и декорации. Этого момента Льюйган ждал много лет. С минуты на минуту он должен был выступать на сцене чунгань. В детстве самым важным, самым волнующим и самым радостным днем был день, когда показывали чунгань. Когда этот день наступал, все были невероятно счастливы. И вот сегодня мое желание исполнилось. Я стою на этой сцене. Без сомнения, можно сказать, что сейчас начали всходить ростки, посаженных в детстве семян. Теперь я понимаю, что это такое. Попасть на сцену чунгань для меня всегда было мечтой. Сейчас開花了,结果了, иначе такое ощущение. До сегодняшнего дня, это моя мечта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня все. Передаю слово коллегам из Иркутской области. Сеанс, спасибо за информацию. Это все новости на сегодня. Середина Земли продолжает быть в центре региональных и международных событий. Об их развитии расскажем уже в следующих выпусках. На этом все. В студии работала Анна Лесик. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА